здравствуйте уважаемые ученики восьмых классов а также гости моего канала продолжаем изучать историю россии в 18 столетии видео урок 22 тема внешняя политика екатерины второй изучим 10 коротких вопросов первый основные направления внешней политики второй русско-турецкая война 1768 1774 годов третий русско-грузинские отношения георгиевский трактат 4 русско-турецкая война 1877 1791 году 5 греческий проект екатерины второй шестой участие россии в разделах речи посполитой 7 война со швецией 8 политика вооруженного нейтралитета 9 борьба екатерины второй с революционной францией 10 результаты внешней политики екатерины второй обратимся к первому основные направления внешней политики в царствование екатерины второй россии удалось приблизиться к решению внешнеполитических задач которые стояли перед страной на протяжении долгих десятилетий если не столетий ослабление военной помощи турции и крыма делала все более реальным обеспечение выхода россии черному морю союзнические отношения россии с австрией и пруссией создавали возможность для возвращения в состав россии украинских и белорусских земель которые находились с 14 века составе польско-литовского государства или речь посполитая сохранялась задача обеспечения безопасности петровских завоеваний в прибалтике великая французская революция вызвала создание под эгидой екатерины второй первой антифранцузской коалиции все эти факторы обусловили основные направления внешней политики екатерины второй второй вопрос русско-турецкая война 1768 1774 году русско-турецкая война второй половины 18 столетия объяснялись как стремлением россии выйти к черному морю так и желанием турции расширить свои владения в северном причерном море за счет россии в результате в 1768 году вспыхнула русско-турецкая война инициатор войны турция то есть ее начинает турция на начальном этапе войны бои шли с переменным успехом сказывалась внезапность нападения и превосходство турции в силе так бывает потому что турция готовилась к войне более интенсивно чем россия шансы на победу выросли после назначения главнокомандующим русской армии прославленного полководца отличившегося еще в годы семилетней войны румянцева сентябре 1769 года возглавляемые им войска вошли в яссы а затем и бухарест другая часть русской армии действовавшая в низовьях дона и при азове занимает азов и таганрог одновременно военный отряд был направлен на помощь грузинскому населению поднявшему восстание против турок и меретии в июле 1770 года турецкая армия была разгромлена войсками румянцева у реки ларги через несколько дней у реки кагу 27 тысячная русская армия атаковала 150 тысячную армию турок и обратила неприятеля в бегство 11 тысячный русский отряд в это же время удерживал от наступления 100 тысячную крымскую армию турки потеряли в этой битве до 20 тысяч человек российская же армия полторы тысячи тем временем эскадра балтийского флота под командованием орлова и спиридова обогнули европу и 7 июля 1770 года в чесменской бухте полностью уничтожила турецкую эскадру с русских кораблей были высажены десанты которые вместе с греческими партизанами вели успешную борьбу против турок 1772 году в дунайскую армию был переведен александр васильевич суворов возглавляемые им войска в 1773 году стремительным ударом заняли турту кай и форсировали дунай потерпев полное поражение турция была вынуждена запросить мира русская армия готова была продолжать войну но разгоравшаяся в стране крестьянская война вынудила правительство пойти на мир по договору заключенному румянцем в местечке кучук кайнар джи в 1774 году к россии была присоединена территория между южным бугом и днепром с крепостью кинбурн крепости кетч и еникалэ на азовском море кабарда на северном кавказе то есть турция была вынуждена также признать независимость крымского ханства и право русского флота на беспрепятственный проход через черноморские проливы средиземное море однако обе стороны рассматривали этот договор как временный они готовились к новой войне за северное причерноморье на третий русско-грузинские отношения георгиевский трактат грузия со времен падения константинополя в 1453 году оказалась отрезанной от христианского мира а затем и была поделена между соседними из по османской империи и персии грузинские цари видевшие в россии своего естественного христианского защитника неоднократно просили взять их под свое покровительство русского царя при петре первого а затем и при они иоанновне предпринимались попытки установить прочный политический союз между россией и грузией но лишь при екатерине второй сложились благоприятные условия для этого в конце 1782 года каркли кахетинский царь ираклии второй обратился к екатерине второй с просьбой принять грузию под прокровительство россии 1783 году был заключен георгиевский трактат между россией и каркли кахетии восточная грузия по нему царь ираклии второй признавал покровительство россии частично отказывался от самостоятельной внешней политики и обязывался предоставлять войска в случае военной угрозы россия со своей стороны выступала гарантом независимости и целостности территории каркли кахетии грузии предоставлялась полная внутренняя самостоятельность 1801 году павел первый а затем и александр первый приняли указы согласно которым царь и весь грузинский народ принимались в вечное подданство россии четвертая русско-турецкая война 1787 1791 году еще одна русско-турецкая война разразилась 1787 году поводом к ней послужили события в крыму где произошел переворот в пользу ставленника турции и противника россии девлета четвертого гирея в ответ на это в 1783 году екатерина вторая издала манифест о прекращении существования крымского ханства и присоединения его земель к россии в результате весь крым и часть северного кавказа вошли в состав россии летом 1787 года екатерина предприняла демонстративное путешествие в крым в тавриду в сопровождении австрийского императора чем подтверждалось что европа признает российское владение владение над тавридой то есть владение крыма все это вызвало бурное негодование в турции в июле 1787 года султан предъявил россии ультиматум в котором потребовало возвращение крыма восстановление власти турции в грузии и право досмотра русских кораблей идущих через босфор и дарданеллы россия ответила отказом в августе султан объявил россии войну которая длилась четыре года военное превосходство россии стало очевидным сразу осенью 1787 года турки высадили крупный десант на кенбурнскую косу в устье днепра оборонявшие кенбурн войска под командованием суворова наголо разбили и уничтожили десант 1788 году войска под командованием потемкина овладели крепостью очаков пятый греческий проект екатерины второй сразу после окончания первой войны с турцией воодушевленная успехами екатерина вторая и ее фаворит григорий потемкин составили проект дальнейших действий против ослабленного неудачами противника предполагалось что турция будет отброшена из европы она освобожденных балканских землях возникнет греческая империя со столицей в константинополе своего второго внука родившийся в 1779 году екатерина назвала константином в честь великого византийского императора в будущем она хотела видеть его главой греческой империи из восточных дунайских княжеств императрица планировала создать буферное государство дакию а западное передать австрии вместе с которой она и собиралась вытеснять турцию из европы этот план вызвал сильный переполох в евре в европейских столицах так как его реализация которая была вполне возможно вызвала бы необычайное укрепление и без того сильных позиций и россии в европе реализовать эти планы екатерина не успела к сожалению 6 участие россии в разделах речи посполитой союзные с россией австрия и пруссия неоднократно предлагали ей предпринять раздел слабеющей речи посполитой екатерина вторая не шла на это из-за того что польским королем в это время был ее ставленник станислав понятовский однако после побед россии в ходе русско-турецкой войны 1768 1774 году сложились вполне реальная угроза заключения союза турции с австрией для совместной борьбы против нее и тогда екатерина согласилась на раздел речи посполитой 1772 году россия австрия и пруссия разделили между собой часть территорий этого государства пруссия заняла поморье австрия галицию а россия восточную белоруссию и часть ливонии второй раздел который участвовала пруссия и россия произошел 1793 году пруссии отошло все балтийское побережье польши с гданьском и великая польша с познанию а к россии белоруссия с минском и правобережная украина это означало что многие старинные русские земли вновь вошли в состав россии тем временем польша началась восстание под руководством то девуша костюшка направленная против дележа польских земель соседними государствами успехи восставших побудили россию австрию и пруссию вновь ввести свои войска в речь посполитую восстание было жестоко подавлено было решено что польское государство как источник революционной опасности должно прекратить свое существование это означало третий раздел польши который произошел 1795 году к пруссии отошли земли центральной части польши с варшавой австрия получила малую польшу с краковом к россии отошла часть литвы и основная при том часть литвы западная белоруссия и западная волынь а также было подтверждено включение в состав россии курляндии шестой война со швецией самый разгар за разгар русско-турецкой войны 1787 1791 году шведский король предпринял последнюю попытку возвратить часть петровских завоеваний кроме намерения вернуть все завоеванное россией побережье прибалтики он потребовал от екатерины возвратить турции с которой он выступал в союзе все черноморские приобретения россии военные действия начали с 1788 году и шли с переменным успехом на территории финляндии и на балтийском море судьбу войны решила выборское морское сражение в июне 1790 года завершившиеся победой русского флота в июле был заключен мирный договор война закончилась без изменения границ между двумя странами ее главным итогом было заключение союзнических отношений между россией и швецией что означало окончательное признание шведами итогов северной войны 8 политика вооруженного нейтралитета в 1775 году началась война английских колоний в северной америке за независимость англия обратилась к россии с просьбой о найме русских войск для участия их борьбе с американскими повстанцами в ответ екатерина вторая не только отказала в этом но и признала позднее независимость соединенных штатов америки в 1780 году россия приняла декларацию о вооруженном нейтралитете согласно которой судно любого нейтрального государства находилась под защитой всех нейтральных государств такая позиция была на руку жителям американских колоний это сильно задевало интересы англии и не могло не ухудшить российско-английских отношений но при этом была заложена основа для развития связей между россией и америка девятый борьба екатерины второй с революционной францией революционные события во франции с самого начала встревожили екатерину она враждебно восприняла и созыв генеральных штатов 5 мая 1789 года и особенно взятие бастилии 14 июля императрица заявила что не может допустить чтобы в каком бы то ни было уголке европы государством управляли сапожники еще больше ее встревожили сообщения о том что часть обучавшихся в париже представители российской аристократии приняли участие в революционных событиях вскоре она потребовала чтобы все ее подданные покинули францию по поручению екатерины русский посол париже готовил побег людовика 16 его семьи однако этот побег не удался и вскоре короли королева франции были казнены императрица слегла а двор облачился в траву с этих пор россия начала формировать антифранцузскую коллицу европейских государств и готовит вторжение в революционную францию дипломатические торговые связи между россией и францией были разорваны в петербурге стала связаться находившая в изгнании французская знать во главе с братом казненного короля в 1795 году было заключено первое соглашение между англией и россией об отправке войск во францию россия должна была выставить 60-тысячную армию во главе с суворовым а англия обеспечить финансирование похода однако 6 ноября 1796 года императрица екатерина вторая умерла и поход не состоялся десятые результаты внешней политики екатерины второй внешняя политика екатерины великой привела к значительному росту территории россии в ее состав вошли правообережная украина белоруссия южная прибалтика северное причерноморье множество новых территорий на дальнем востоке и в северной америке русской императрице присягали жители греческих островов и северного кавказа население россии увеличилось 22 до 36 миллионов человек другим важным итогом внешней политики екатерины второй было начало превращения россии из великой европейской великую мировую державу не знаю как будет при вас а при нас ни одна пушка в европе без позволения нашего выпалить не смело говорила екатерининский кант канцлер граф безбородка русский флот браздил теперь просторы не только прибрежных морей но и средиземного моря тихого и атлантического океана поддерживая силой своих орудий внешнюю политику россии в европе азии и в америке подведем итоги активная внешняя политика екатерины второй способствовала началу превращения россии из великой европейской великую морскую державу задание на дом 6 проверочных вопросов осмыслим ответим на них и заучим наизусть первой какие новые обстоятельства влияли на внешнюю политику екатерины второй второй чем объясним успешный для россии ход русско-турецких войн второй половины 18 века третий дать оценку участия россии в разделах речи посполитой какие территории вошли в состав россии в ходе этих разделов о их было три четвертый в чем состояла причина политики вооруженного нейтралитета и какова ее суть пятый какие результаты внешней политики екатерины можно считать главными и почему шестой почему большинство европейских стран не поддержали издею россии о вычиснении турции с европы спасибо за внимание до свидания на следующем занятии видео уроки 23 мы рассмотрим тему начало освоения новороссии и крыма до свидания и и и и и и и